Война вносит свои коррективы 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 Которые составляли еще в 80-х, 70-х годах Прошло много лет, появился интернет У нас теперь возможности неограничены Мы можем их дополнять Вписывать новые какие-то сведения И то, что... Ну, я не могу сказать, что это благо для музея Но, по крайней мере, это возможность лишний раз Углубиться в изучение коллекции Ведь чего начинает, скажем, свое знакомство с музеем посетитель Как ни странно, с научной работы Только эта научная работа выражается в этикетке Он смотрит на картину и читает Имя художника, страну А если, например, написано Неизвестный художник, женский портрет Неизвестный художник, мужской портрет Неизвестный художник, пейзаж Ну, хорошо, если есть страна, там, Италия Хорошо, если есть век 17-й, 18-й Но хотелось бы больше И вот именно в стремлении расширить диапазон знаний О старинных картинах, о старинных мастерах Порой незаслуженно забытых Ну, не все же были такими знаменитыми Как Рафаэль, Леонардо, Тициан А сколько было художников, которые остались Ну, временно в их тени Вернее, сейчас в их тени Но при жизни они пользовались большой славой Да, очень важно Вот в той научной работе, которой вы занимаетесь И, кстати, в той работе, которой занимаются экскурсоводы Ведь художник, это же не селфи Это картина, в которую художник вкладывал Не только там свои чувства, идеи, какие-то эмоции Может быть, он фиксировал там какие-то исторические события Он туда вкладывал свои мысли Он туда вкладывал определенные коды Энергию Энергию И вот эти вот коды, которые надо уметь читать И уметь воспринимать Потому что когда, извините, ну, ты немножко зашорен И не до конца воспринимаешь Вот то, что там содержится Вот под вторым-третьим слоем, извините, краски Вот Если туда, вот только благодаря ученым И тем сотрудникам музея, которые этим занимаются Собственно, мы это и делаем И сегодня, кстати, вы уже сказали Потому что, да, ну, есть возможности Музей закрыт Но есть же сайт музея Прекрасный совершенно В который можно заходить И там можно просто сутками сидеть И все листать, смотреть, читать Да, и я хочу отметить тот вклад, который внесло предыдущее поколение музейщиков по изучению коллекции Это наши корифеи, это наши учителя Да, и Нелли Григорьевна Лускевич, многолетний наш директор Которая в прошлом году ушла из жизни, к сожалению И Олег Аркадьевич Соколов, знаменитый художник и музейщик И Венемин Николаевич Млынчик И Людмила Лукьяна Сауленко И мне выпала честь подхватить эту эстафету В плане направления работы нашей молодежи Наших новых, ну, собственно, как новых Уже время идет, многие из них по 10 лет работают Но когда работаешь 40 лет, то все равно называешь молодежью И у нас действительно, у нас же целая плеяда вот тех хранителей Вот тех, не знаю, вортовых, вот тех часовых, которые вот там в этом музее хранят Это работа невидимая Это работа вот там же, как, ну, то, что в фондах хранится Тоже нечасто мы можем это встретить Благодаря тому, что мы живем в Одессе, мы можем Ну, каждый год мы устраиваем выставочные проекты И у нас их было уже немало И «Золота даба» мистерства Голландии 17-го столетия И «Ода до радости» немецкое искусство И в прошлом году была великолепная выставка копий Нет, портреты у нас в прошлом году были, в позапрошлом году копий Но, к сожалению, эта работа прервана вот этим ужасным событием, которое произошло Да и вашей лекторией, которая постоянно И мне сейчас так приятно получать вот поздравления с этой наградой из Австралии, Америки От наших посетителей лектории А вы знаете, что вы сделали вот своей работой? Вот я не знаю, может немножко вульгарно будут траковать Но вот общался с болгарами, которые из болгарии Болгарии приезжали к нам, вот к нашим одесским болгарам И они говорят, слушайте, да вы сохраняете болгарскую культуру Как-то еще почище, чем мы сами болгары Вы итальянцев вернули к их корням Потому что итальянцы, в том числе, там с французами и так далее Они же тоже, они создавали этот город И они вкладывали сюда свою культуру И вот эти вот корни, которые они сюда заложили, вот они и существуют Ну вот не так давно я занималась идентификацией одного женского образа На портрете Ринальда Балдрини Балдрини это знаковая фигура для одесской культуры 19 века и искусства Потому что он был одним из основателей Одесского общества изящных искусств в 1865 году И у нас хранится его картина 1857 года На которой изображена такая довольно грустная, сурового вида молодая женщина Просто женский портрет И благодаря реставрационным мерам Благодаря исследованию химико-технологическому и физическому И атрибуционной моей Мы установили имя Это дочь Ринальда Балдрини Знаменитая итальянская певица, сопрано Она блистала в 30-40-х годах 19 века На сценах Европы И в Одессе 4 года была Примадонной нашей итальянской труппы Таким образом, женский портрет безымянный Стал портретом Эмилия Балдрини И вот сейчас Я считаю, об этом должны знать итальянцы И надо написать письмо в Болонию В Болонский театр, где она начинала И родина Ринальда Балдрини А здесь он был реставратором, художником И в Одессе он, можно сказать, славу приобрел Как именно культурный лидер, что ли Потому что кружок-то был небольшой этих основателей Общества, которое было необходимым, важным художественным заведением для Одессы Так что вот один из последних примеров И, кстати, выступая на торжественном ужине В честь премии Марии Забелизари В Риме Я сказала, что спасая Наш музей, наше культурное достояние Мы спасаем и ваше Потому что это итальянское Наследие, которое пришло к нам От наших предков И которое мы должны передать дальше И действительно очень важно, что итальянцы вот это заметили и отметили Вот, с огромным уважением и пиететом Вот, тот действительно труд Я, может, еще раз повторюсь Вот тот невидимый труд, которым занимаетесь вы, ваши сотрудники Действительно, вот, ну, для нас, которые приходят в музей на экскурсии Для нас это, может быть, просто какие-то безликие где-то экспонаты А на самом деле это не просто экспонаты Это истории, это судьбы Это совершенно потрясающая вот та жизнь Которая, вот, каждой из, там, картинкой, какой-то скульптуры Их невозможно вырвать из контекста той вот жизни, которая проживала человечество И вот вы, то, чем вы занимаетесь Вы нас возвращаете вот в ту жизнь То есть вы нас ведете экскурсии не только по залам музея, но и по истории Спасибо вам огромное Спасибо Вот, и еще раз поздравляем вас Спасибо Вполне заслуженной наградой и более чем уверен на не последней И мы все-таки ждем и надеемся Театры уже начали работать Значит, вот так потихонечку И откроются наши музеи Потому что без этого Одесса все-таки не Одесса Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!